Девушки отдыхают Девушки отдыхают Состояние это, по утверждениям полученным через невольное механическое письмо, дает ключ к некоторым из стаин духовного воздействия, как счастливая случайность нахождения греческой надписи с ее египетскими дубликатами на камне в Розетте. Дала ключ к объяснению до то ли непонятных и георографических знаков. Явление общности ощущений заслуживает особенного внимания исследователей по возможности объяснения через него, по аналогии, многого в этой таинственной области. Хотя внутренние его причины недоступны еще нашему познанию. Пока мальчик во время своего магнетического усыпления говорил со мной о своей головной боли, кто-то проходивший мимо случайно задел меня за руку. Прикосновение было самое легкое. И однако ребенок воскликнул, кто толкнул мою руку. Заключив из этого, что он находится в том состоянии, о котором я ни разу слыхала, но ни разу не видела его, я попробовала сделать несколько опытов и над другими ощущениями. Так я положила себе в рот кусок сахару. И мальчик тотчас же заявил о сладком вкусе. Я отведала горчицы, и он стал жаловаться на горечь. Укол моей руки концом пера причинил ему довольно сильную боль. Некоторое непродолжительное, впрочем, время, он, по-видимому, разделял все мои физические ощущения. Однажды мы поставили мальчика последним в цепь, составленной из восьми или девяти лиц, державших друг друга за руки. Когда первое лицо в цепи понюхало табаку, мальчик чихнул и сказал, что мы положили ему табаку в нос. Но, конечно, не так, как в электрической цепи. Не все составившие нашу цепь, а он один почувствовал табак. Многие между моими пациентами говорили о свете, который они видели истекающим из моих пальцев. Описание этого явления различствовало, смотря по субъектам. Его видели не менее восьми лиц в период нескольких недель. Некоторые из них в магнетическом, а другие и в нормальном состоянии. Мальчик, о котором я говорил, а также и мать десятинедельного ребенка, последняя, не подвергавшаяся магнетизированию, видели свет совершенно ясно. Мать видела светящееся облако на ноге ребенка, пока я его магнетизировала. Один из самых замечательных примеров такой способности ведения относится к одной даме, занимающей довольно важное место в одном из благотворительных учреждений. Дама эта, когда смотрела пристально на пальцы сильного магнетизера, видела струи света из них истекающие. А когда пальцы его направлялись вниз к стакану, наполненному водою, струи казались ей каждой отдельно как бы солнечным лучом с серебряной полоской в центре. Струи опускались в воду, постепенно наполняя ее собою, затем поднимались кверху, и стакан представлялся ей наполненным чем-то вроде тумана. Тогда, говорила она, вода начинала представляться ей как бы движущиеся или кипящие, постепенно поднимавшиеся кверху, наподобие волн крошечного моря. И это было до тех пор, пока волнение или кипение достигало своего апогея. Затем наступало постепенное затишье, продолжавшееся ровно столько же минут, как и возраставшее кипение. Конечно, не имевшие этой способности видения, ничего подобного не видели. Между магнетизированными лицами иные видели в воде движение частиц, другим же вода казалась только светлее и более блестящей. Одна замагнетизированная девочка, видевшая это, говорила, что микроскопические насекомые в воде валятся, как пораженные электричеством. К сожалению, это не могло быть проверено, так как никто, кроме ее, не мог различать таких крошечных инфузорий. Отчет об этом явлении появился своевременно в журнале The Zoist, посвященном магнетическим исследованиям. Впоследствии оно было подтверждено в том же периодическом издании двумя уважаемыми пасторами, которые имели случай каждый отдельно повторить тот же самый опыт. Однажды я попробовала сделать несколько пасов над искривленной спинной костью одной маленькой девочки и спросила ее, чувствует ли она мои пасы. Она ответила, нет, я ничего не чувствую, кроме теплоты, но мне это неприятно, так как я боюсь молнии. А теперь я вижу над собой молнию, светящееся явление в воде и светлые круги, исходящие из рук, приведенным мною в доказательство верности утверждения, что флюидический ток или сила исходит из рук магнетизера и может быть, видимо, лицами сенситивными или находящимися в особенном состоянии, называемом магнетическим или сомномбулическим. А вот указание на тот особенный свет, который видел во время своего магнетического состояния, наполняющим и проникающим во все предметы, знаменит американский ясновидец Андрю Джаксон Дэвис в первый раз, когда он был замагнетизирован доктором Лайенсом. В большей части случаев, впадающий в магнетический сон по пробуждению, забывают все ими виденное. Так было сперва и с Дэвисом, но впоследствии, при достижении им способности самобытного ясновидения, то есть без воздействия магнетизера, он со всей отчетливости припомнил все им виденное и испытанное прежде в бессознательном ясновидении. Все бывшее в нашей комнате, описывает он вместе с находившимися в ней лицами, просияло удивительным светом. Каждое человеческое тело сверкало разнообразными, более или менее блестящими магнетическими цветами. Фигура каждого из присутствующих была окружена светлой, исходившей из нее атмосферой. Этот лучистый свет простирался на руки и на все тело. Вокруг ногтей были особые лучистые кружки, кругом волос, другого рода лучи возле ушей, так же, как и вокруг глаз, свои лучистые круги. Голова осветилась во всем объеме. Ее лучистая атмосфера была шире сравнительно с такой же атмосферой прочих шестей тела и захватывала у разных лиц от четырех вершков до такого же числа футов. Полная неожиданность этого зрелища поразила меня изумлением, ошеломила меня. Я не мог постишь виденного, чувствовал себя смущенным, потерянным и не был вполне убежден, что все еще нахожусь на земле. Казалось, что вся земля со всеми ее обитателями внезапно превратилась в Эдем. Я не находил слов, чтобы передать мои впечатления. Поэтому я даже не пытался выразить свои чувства восклицанием или речью, а продолжал наблюдать с чувством несказанной радости и благоговения. Через несколько минут я мог видеть не только внешность, находившуюся в комнате лиц, обреченных светящейся атмосферой, но с такой же легкостью рассмотрел их внутренности и затем скрытые источники тех магнетических светлых лучей. В моем обыкновенном или естественном состоянии я никогда прежде не видал внутренних человеческих органов. Но теперь с величайшей легкостью мог видеть все эти органы и их отправление – печень, селезенку, сердце, мозг. Все без исключения. Все человеческое тело сделало для меня прозрачно, как кусок стекла. Оно было устроено с редкой, роскошной, духотворенной красотою и сверкало как бы огнями фейерверка. У каждого органа был свой особый центр света и сверх того каждый орган был окружен еще общим для всего тела светом. Я различал физические органы с их формой, видом и цветом, наблюдая только своеобразные окружавшие их лучи. Так, на примере я видел сердце, окруженное общей, огнисто-радужной пеленой, среди которой рассеяны были отдельные светящиеся точки. Система легких также освещена была призматическими огнями различной величины и цвета. Дыхательные пути походили на химические лаборатории. Отличавшее их пламя производило мгновенные изменения в крови, протекавшие по близлежавшим сосудам и большой симпатический нерву, корни которого проходили через нижние внутренности и который крайними своими ветвями терялся в высших слоях мозга, походил на живой столб, трепетавший нежным серебристым огнем. И мозг также был освещен призматическим светом. Каждый орган большого мозга и мозжечка светился свойственным ему пламенем. Я легко мог различить форму и величину органа по очертанию и блеску его лучей. Живо припоминаю, что это возбудило во мне сильное удивление, но я был в столь глубоком магнетическом трансе и был так беден словами, что не выказал даже удовольствия и не описывал ничего мною виденного. Я заметил, что из некоторых частей мозжечка исходит сероватое, из других частей более темные густые лучи того же цвета в многочисленных и самых разнообразных оттенках, от пламени ясного до пламени темного, почти черного. С другой стороны, я заметил в высших слоях большого или верхнего мозга пламенеющие струйки, похожие на игру бриллиантов. Сначала я не понимал причины этой изящной игры цветов, но скоро удостоверился, что это были, так сказать, внешние проявления мыслей присутствующих лиц, касательно странных феноменов, проявлявшихся в моем наблюдении, в моем собственном состоянии. Я продолжал свои наблюдения. Верхние органы большого мозга трепетали мягким лучистым пламенем, но это пламя не походило на струи обыкновенного пламени. Поистине мозг походил на великолепную сияющую корону, украшенную радужными огнями и сверкающими бриллиантами. Мозг каждого из посетителей был отличным от всех других в оттенках, степенях и сочетаниях красок и пламени, но у всех казался прекрасным и величественным. Из мозга, я видел, проходили по всему организму токи жизненного магнетического огня. Кости казались коричневыми или совершенно темными, мускулы издавали багровый цвет, нервы – мягкое золотистое пламя, венозная кровь оттенялась темным пурпуровым светом, артериально я имела черно-желтые огнистые пятна, напоминавшие мне электрические явления на облачном небе. Словом, я видел каждую жилу, каждый нерв, все сосуды и фибры, освещенные магнетическими центрами живого пламени, обличавшими присутствие духовной субстанции. Заметим заключение, что все эти факты, указывающие на важную роль света в явлениях, как месмерических, так и медиумических, дают некоторый ключ к уразумению условия, требующего удаления нашего света при тех и других сеансах. Ибо и во время магнетизирования обыкновенно затемняет комнату, где оно происходит. Опираясь на эти факты, позволительно, как нам кажется, выставить следующую гипотезу. Наш свет мешает свету иного порядка, подобного тому, как свет солнечный мешает свету огня. Ребус, 84-й год, номер 44-46. Целительная способность духа Знахарство и целительство Самнамбула, исцеляющая больных силой внушения, примыкает к широкому разряду лиц, известных под именем Знахарей и целителей. Эти врачеватели лечат частью различными снадобьями, частью заговорами, частью одним прикосновением. Рассказы об успешных исцелениях, достигаемых такими средствами, общеизвестны. Прежде в успехах Знахарей целители видели простую случайность. В настоящее время не может быть сомнений, что за исключением лечения снадобьями, которые могут иметь действительную силу, не забудем, что почти все травы и корени, употребляемые современной рецептурой, взяты по указанию народной медицины. Все остальные случаи должны быть объяснены на почве учений, примыкающих к теории гипнотизма и внушений. Сила заговоров лежит очевидно всецело на внушениях. Относительные исцеления прикосновением мнения расходятся. На взгляд представителей физиологической и психологических школ следует искать объяснение во внушениях на взгляд флюидистов в животном магнетизме. Вопрос пока еще не может считать себя решенным. Знахарствует целительство так же старо, как человеческий род, и его можно проследить по всей истории от древнейших времен и до наших дней. Впрочем, оно до сих пор не привлекало к себе внимания исследователей, потому сведения о нем вообще скудны. В былое время, как и теперь среди простонародья к знахаре, на знахарей смотрели, как на сообщников дьявола и ж грех на кострах, притом по самым нистожным причинам. Например, в известном труде Шпрингера, служившем общепризнанным руководством для всех иезуитов и палачей, начиная со второй половины 16 века, указаны следующие четыре отличительные признака исцелений при помощи дьявола. Когда целители догадываются о неизвестной им причине болезни. Второе. Когда они лечат только от одной болезни или порчи, а не от всех. Третье. Когда при лечении делают оговорки, что при известных условиях не могут вылечить. Четвертое. Когда обставляют лечение суеверными церемониями. Поэтому от большинства знахарений осталось даже имени. Зато история сохранила довольно обстоятельные сведения о целителях, в которых народная вера усматривала особый дар Божий. Из таких целителей первое место несомненно занимает Грет Рекс в 17 веке и Гасснер в 18 Селитель Грет Рекс по происхождению ирландский дворянин, посвятивший юность военной службе, но получил по собственному рассказу в 1642 году откровение, что обладает даром лечить золотуху. Хотя его скромность от этого страдала, а однако повинуясь откровению, он решил притронуться к нескольким золотушным и их исцелил. Немного спустя в его провинции разразилась эпидемическая лихорадка. Грет Рексу снова было откровение, что он может лечить и эту болезнь. Он и на этот раз попытал свои силы и опять не без успеха. Затем одно откровение быстро следовало за другим. В апреле 1665 года внутренний голос ему возвестил, что он обладает даром исцелять раны, нарывы, водянку, конвульсии и прочее. Успехи Гретрекса возбудили против него духовенство, которое воспретило ему лечить, однако уже поздно, так как слава о нем распространилась по всему королевству. Во всех областях, через которые он проходил, магистраты городов и бургов выходили к нему навстречу, прося его прикасаться к больным в их доме. Прикосновение было единственным способом его лечения. Наложение своей руки свидетельствует один весьма почтенный очевидец, ученый епископ Жорж Рест. Он удалял боль, прогоняя ее в конечности. Действие было иногда очень быстрое, я видел, как некоторые лица были исцелены словно волшебством. Эти исцеления не давали мне повода думать, чтобы в них было что-нибудь сверхъестественное. Не думал этого и он, и его способ исцелять доказывает, что здесь не было ни чуда, ни божественного действия. По-видимому, из его тела исходило более утолительное и целебное влияние. Многие болезни уступали только повторительным прикосновениям, некоторые и вовсе не поддавались его стараниям. Грет Рекс думает, что способность которой он обладает есть дар Божий. Он иногда сам удивляется своей силе и доходит даже до того, что сомневается не иллюзия ли все это. Однако в убеждении, что Бог явил к нему особую милость, он всецело себя посвятил облегчению больных. То же самое засвидетельствованы двумя знаменитыми в то время врачами Фарклоу и эстелиям. Я видел, говорит, между прочим, последний одного ребенка, настолько покрытого золотушими опухолями, что он не мог сделать никакого движения. Грет Рекс устранил большую часть этих опухолей простым наложением руки. Наиболее значительные он открыл ланцетом и исцелил раны прикосновением, иногда обмачивая их своей слюной. Все свидетели сходятся в признании кротости смирения человеколюбия и совершенного бескорыстия Грет Рекса. Целитель Гастнер Если Грет Рекс старался сообщать больным дар Бога, то Гастнер, католический священник в Клестерле 1727-1999 года, поставил себе задачу изгонять из них беса. Первый опыт он произвел на себе самому. Он был долгое время болен, ему не могли помочь никакие врачи и никакие лекарства. Поэтому ему пришла на мысль, что причина его упорной болезни должна быть сверхъестественной, что им овладел бес. На всякий случай он приказал именем Иисуса Иисуса бесу выйти из его тела, и бес вышел. После этого Гесснер исцелился столь совершенно, что по его уверению не нуждался в течение 16 лет ни в каком средстве, ни в духовном, ни телесном. Этот успех привел его в раздумье. Исцеление всех вообще болезней не есть без следствия изгнания бесов. Ни ученые богословы, к которым он обращался за советом, ни толстые книги, в которых он по этому вопросу рылся, не были по-видимому против этого мнения. Поэтому он остался при убеждении, что большая часть болезни порождается и поддерживается злым духом. опыты Гаснера над больными и его прихода были настолько успешны, что слава о нем быстро промчалась по всей Швабии, Швейцарии и Тиролю. Его призывали со всех сторон, и он должен был оставить свой маленький приход в Клестерли, где ежегодно принимало 400 до 500 больных. Он переходил с одного места на другое, повсюду исцеляя больных, и, наконец, поселился в Регенсбурге под покровительством епископа этого города. Здесь скопление больных было настолько велико, что говорят, что одно время около 10 тысяч больных расположилось в палатках вокруг Регенсбурга. В те времена разделение болезней на естественные и бесовские наваждения было ходячим, и Гаснер изгоняя бесов остался лишь верным обычаю, широко распространенному в средние века, и в его время еще не совсем по-забытому. Чтобы решить, к какому разряду принадлежит болезнь, Гаснер прибегал к предварительному заклинанию, которое должно было открыть бесовское присутствие, если оно было. Однако вследствие лукавца злого духа испытание иногда оставалось сомнительным. Тогда со всей силой воодушевлявшей его веры, Гаснер приказывал бесу обнаружить болезнь самыми жестокими припадками. Он заставлял его производить у субъекта пляшущие, скачущие и плачущие кризисы, длившиеся до тех пор, пока заклинатель не выгонял беса. После этих предварительных опытов Гаснер приступал к настоящему заклинанию, то есть к окончательному изгнанию беса, производившего болезнь. Заклинание не всегда удавалось в первого раза, иногда нужно было несколько часов и даже дней. Триумфом Гаснера считается исцеление девятнадцатилетней Эмилии, дочери придворного офицера одного германского князя. Эта больная одно время страдала жестокими истерическими конвульсиями, повторявшимися несколько раз в день и иногда длившимися по нескольку часов. Ее вылечил один страдсбургский врач, но Гаснер ее уверил, что бес в ней только притворяется и доказал это на предварительном испытании. Окончательное заклинание по желанию Гаснера происходило публично в присутствии двадцати избранных лиц, удостоверивших своей подписью то, что мы сейчас услышим. Среди свидетелей был придворный хирург и профессор математики Вюрсбургского университета. Гаснер начал совещание, чтобы Эмелия положилась на Иисуса Христа, которого могущество преодолеет силу дьявола и будет единственной причиной ее будущего выздоровления. Затем он ее посадил на стул и обратился к ней следующими заклинаниями, из которых мы передаем только главнейшее. заклинания производились на латинском языке и доселе употребляемом в богослужении римской католической церкви. Мы перевели их, возможно, ближе к подлиннику Григорию Диченко. Приказываю тебе во имя Иисуса, как служитель Христа и церкви, доявится трясение рук, как это было ранее. У Эмилии затряслись руки. Пусть пройдет припадок, вдруг одна поднялась с места и казалась веселой и здоровой. Припадок пусть сделается снова сильнее, как был прежде, и даже распространится по всему телу. Припадок начался снова. Хирург освидетельствовал пульс Эмилии и нашел его ускоренным и перемежающимся. Ноги поднялись выше стола, руки и пальцы окоченели. Все их мускулы и сухожилия натянулись, так что двое сильных мужчин оказались неспособными согнуть руки и уверяли, что легче их сломать, чем согнуть. Глаза были открыты, но закачаны, и голова казалась такой тяжелой, что ее нельзя было сдвинуть, не сдвинув всего тела. Заклинатель продолжал, да прекратится припадок в мгновение, имели то чаже, снова стала здоровой и веселой. Пусть конвульсии будут на устах, на глазах, на лбу. Она упала надвись, конвульсии исказили губы, движения ее глаз внушали страх. Снова привело ее в прежнее положение. Пусть судороги поразят ноздри, но сдернулся, ноздри раздулись, рот искривился и остался некоторое время в этом положении. Да будет как мертвое. Лицо сделалось мертвенно бледным, рот страшно раскрылся, нос вытянулся, закачанные глаза смотрели, но ничего не видели. Послышав скрипение, голова и шея словно пристали к стулу, на котором сидела Эмилия. Так что самые сильные мужчины не могли сдвинуть их. Пусть был так слаб, что хирург его едва ощущал. Снова пусть придет в себя свое обыкновенное положение. Точно же чувства к ней возвратились и она стала улыбаться. Пусть будет пульс обыкновенным слабым перемежающимся и пульс подвергся всем этим изменениям. Затем Гастнер вызвал апоплексию языка и всей левой стороны, потом всего тела и так далее. Все эти припадки устранялись по слову ССС. После этих испытаний Гастнер приступил к исцеляющему заклинанию. Он дал Эмилии несколько наставлений, как и на будущее время исцелять себя, так как он обладал способностью сообщать этот дар больным. Чтобы закончить лечение, он спросил больную, не может ли она пожаловать еще на какую-нибудь болезнь. Эмилии отвечала, что ее одно время мучил кашель. Заклинатель вызвал кашель, затем снова его устранил. Для окончательного его изгнания он повторил исцеляющие заклинания. Наконец он оставил больную, заявив всем присутствующим, что все, что произошло, исполнилось исключительно по могуществу Божию и служит для подтверждения евангельской истины. Подвигом Гастнера положил предел император Йосиф II, враг всяких бесовских исцелений и менее своеверный, чем любой энциклопедист, заставив его удалиться в одну обитель Брис-Регенсбурга. Нет нужды, говорит Фигье, настаивает на том, что в этих заклинаниях Гастнера не было ничего, кроме магнетических манипуляций. Вернее, было бы сказать, что эти заклинания могут служить очень хорошим примером покорности истеричных внушений, притом наяву пояснения, но этими объяснениями отнюдь не исключаются действительные случаи одержания демонами. Исцеление бесноватых Иисусом Христом вне всякого перетолкования утверждает ту истину, что одержание человека демонами возможно и действительно бывает. «Нередко и в настоящее время безусловно удостоверенные случаи такого одержания. Их никак нельзя смешивать с истерией, эпилепсией и тому подобными нервными припадками, несмотря на некоторые внешние сходства этих страданий». священник Григория Дедиченко На почве магнетических теорий объяснял приемы Гасснера и высший тогдашний авторитет по этому вопросу Мессмер, отозвавшийся о знаменитом целителе, что тот производил действительные факты, но не знал их причины. Эту причину Мессмер ничего, в свою очередь, не знавши о внушениях, видел в животном магнетизме. Заметим заключение, что всякого рода знахарей и целителей можно встретить и в наши дни, и при том не только в странах малопросвещенных, но и в самых передовых по борьбе с суевериями. Во Франции еще недавно производил удивительное исцеление простой солдат из Зуавов Яков, о котором рассказывали чудеса. Непризнанными исцелителями, говорит Кюллер, кишит вся Франция. Их считают союзниками дьявола, и доверие к ним существует не в одних только невежественных или сельских классах. Крестьяне питают безусловную веру в могущество этих чудотворцев низкой пробы, образующих своего рода династии, передающие полномочия от отца к сыну. Бернадетта Лурцкая в новейшее время чудеса в католическом мире связываются с именем Бернадетта Лурцкой 1844-78 годы. Ей в 1858 году было видение в пещере близ Лурда. Там затем открылся источник, который признали чудодейственным. Начались исцеления, продолжающиеся и доселе. Теперь туда ежегодно поломничают от 200 до 300 тысяч человек и из больных, говорят, исцеляется до 10%. Американский целитель Шлаттер Несколько времени тому назад в некоторых русских газетах появились статьи, сообщающие, что по ту сторону океана в Америке появился пророк и чудотворец Шлаттер, совершающий исцеление совершенно будто бы подобные тем, о которых нам повествует Евангелие. И хотя оказалось, что чудотворец исчез ранее, чем о нем заговорили, о нем продолжают, правда, уже не так горячо и много говорить и спорить и теперь. Светские люди заинтересовались странным чудотворцем и от богослов вначале требовать, чтобы они высказали о нем свое мнение. Настоящая статья и представляет собой удовлетворение этого требования. Две большие русские газеты посвятили две большие статьи американскому пророку. Прежде всего о нем заговорило новое время. Парижский корреспондент газеты поместил в ней статью «Американский пророк» 27 февраля 10 марта 1896 года номер 7183 представляющий сокращение статьи Фино «Шлаттер Человек Чудес» «Шлаттер» вот что Фино а затем господин Насилов рассказывает нам об этом человеке. Шлаттер родился в Эльзасе в 1855 году, когда Эльзас принадлежал еще французам. Переселяясь в Америку, он занимался разными ремеслами до тех пор, пока, проснувшись однажды утром, не почувствовал себя святым человеком. Босой, с открытой головой, странной одеждой, с распущенными длинными волосами, с восторженным видом он пошел тогда в пустыне Америки, проповедуя любовь к Богу и мир душам. Он говорил про себя, что он простой посланник неба. Его посадили в тюрьму. Арестанты сначала глумились над его проповедью, но видишь, он продолжает молиться в тюрьме, как он это делал повсюду на своем пути, видя, что он исцелил некоторых из них, они пришли в недоумение. Он был освобожден. Тогда он направился прямо в пустыне Техаса. Его странный костюм, длинные волосы, босые ноги во всякое время года, обнаженная голова, постоянные молитвы на устах, сияющее лицо необыкновенно привлекали к нему народные толпы. Дополнительные сведения к сообщенному в новом времени находим в московских ведомостях. Редакция последней газеты однако оговаривается, что печатаемое письмо получено еще в ноябре, но что сообщивший его в редакцию не желал воспользоваться им для печати ранее, чем в России заговорят об американском целителе. Статья в новом времени дала ему на это право. Относительно исчезновения шлаттеры говорят, автор письма из Америки, многие думают, что он покончил с собой самоубийством, но многие, большинство у нас думают, что он еще появится. Вы напрасно называете, продолжает автор шлаттера пророком. Он никогда ни о чем не пророчествовал и ничему не поучал. Он вообще говорил очень мало, больше довольствия с ответами на предлагаемые ему вопросы. Называйте его целителем, это будет верно.